Всем доброго, с вами Виталия, и добро пожаловать в новое видео, и сегодня мы с вами поговорим о самых продаваемых женских группах за все время. Да, это те самые группы, которые продали больше всего копий своих альбомов. У некоторых это будет Корея плюс Япония, а у некоторых только Корея, потому что здесь есть те самые группы, которые очень старые, но тем не менее, никакие новые группы, такие вот более юные, пока что не смогли их переплюнуть. Да, вы определенно будете в шоке от этого списка. Ну, а свое мнение обо всем этом, конечно же, пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать все это там с вами обсудить. А я вас всех очень сильно люблю, мои зайки. Ну, а мы начинаем! На 15 месте у нас находится группа Мамаму, которые дебютировали в 2014 году, и тогда их продажи не достигали даже 20 тысяч. Но так было, пока они не выпустили Melodyn в 2016 году. С тех пор они довольно стабильно увеличивали свои продажи. А их самым продаваемым альбомом является Travel, выпущенный в 2020 году в ноябре. И он был продан в 170 тысяч копий. Что же касается общего количества, то это приблизительно 827 тысяч альбомов. На 14 месте находится Babybox, и эта группа дебютировала в 1997 году с альбомом Equalizer. И по сей день они являются одной из самых известных женских кей-поп групп. И так было вплоть до 2006 года, когда они были распущены. Их самым продаваемым альбомом был Special Album, выпущенный в 2002 году. И он разошелся в 240 тысяч копий. Что же касается общих продаж, то это 885 и 4000 альбомов. И это затрагивает только Южную Корею, потому что продаж по Японии тогда еще не было. На 13 месте у нас находится группа Diva. Это женская хип-хоп-группа, которая дебютировала в 1997 году с альбомом Funky Diva. Они начинали с трех участников, но постепенно они как бы меняли этот состав, вплоть до распуска в 2005 году. И их самым продаваемым альбомом был Snappy Diva, выпущенный в 1998 году. И это 230 тысяч копий. Что же касается общих продаж, то это 928 и 8 тысяч копий. И опять же, здесь у нас только Южная Корея. На 12 месте у нас находится группа G-Friend. Они дебютировали в 2015 году с мини-альбомом A Season of Glass. И несмотря на то, что они принадлежат небольшой компании Source Music, которая до этого была самостоятельной, а сейчас является частью лейбла Big Hit, они все же смогли добиться нескольких наград еще в далеком 2015 году. Их самый продаваемый альбом это Time of Us, выпущенный в 2019 году. И это более чем 96 тысяч копий. Что же касается общих продаж Кореи и Японии, это 980 тысяч копий. А на 11 месте находятся Pearl Sisters. Это сестры Пэй Ин Сук и Пэй Ин Сун, которые дебютировали в далеком 1968 году. Вот только представьте себе, как давно это было. Их мать была актрисой и певицей еще во времена корейской... Да, я не буду это слово использовать. И это помогло им погрузиться в эту индустрию. А их продюсером был корейский отец рок-н-ролла Shin Jin Hyun. Они выпустили несколько альбомов, пока не распались в 1970-х годах. И при этом, в целом, у них было около 1 миллиона продаж их альбомов. А на 10 месте у нас находится группа A-Pink. Они дебютировали в 2011 году с альбомом Seven Springs of A-Pink. И первоначально они были группой из 7 человек. Но потом одна из участниц в 2013 году уехала, чтобы завершить учебу. И с тех пор они стали группой, состоящей из 6 человек. Свою первую награду они выиграли в далеком 2012 году. И также они были довольно успешны в Японии. А их самый продаваемый альбом это Pink Memory. Был выпущен в 2015 году. И это 90 тысяч продаж. Что же касается общих продаж по Японии и Корее за всю их карьеру. Это около 1,04 миллиона копий. А на 9 месте у нас находится группа Tiara. Они дебютировали в 2009 году с синглом Lai. Выпустив свой дебютный альбом Absolute First. Также в 2011 году у них была самая продаваемая такая вот песня года. Это Rolly Polly. И они также получили просто огромнейшую популярность в Японии. После того, как подписали контракт с агентством J-Rock за 4,7 миллиона долларов. Их самым продаваемым альбомом был их японский альбом Jolly Box с около 105 тысячами копий. Что же касается общих продаж их альбомов за всю карьеру, то это около 1,13 миллиона копий. А на 8 месте у нас находится группа Red Velvet, которая дебютировала в 2014 году с цифровым синглом Happiness. А свой первый альбом Ice Cream Cake они выпустили только в 2015. При этом 11 их альбомов достигли, в общем, вершины чарта альбомов Gaon. И эта группа названа одной из самых популярных и мощных кей-поп-групп Южной Кореи. Что же касается самого продаваемого их альбома, то это The Riff Festival Day One. Выпущен в 2019 году, и это более чем 171 тысяча копий. Что же касается общих продаж их альбомов, то это около 1,56 миллиона продаж. На 7 месте находится группа Feinkel, и это трио, дебютирующие в 1998 году с альбомом Blue Rain. Как и Baby Box, они были известны как одна из самых популярных групп 90-х-2000-х годов. И они были активны до 2005 года, пока они выпустили свой сингл Fine Killing Liberty. И в конечном итоге они снова объединились в 2019 году, чтобы выпустить новый альбом. Тем не менее, самым продаваемым их альбомом был White, выпущенный в 1999 году, и это около 600 тысяч копий. И что касается продаж их альбомов в целом по Южной Корее, то это около 2,51 миллиона копий. А на 6 месте находится группа, которую многие из вас в Корее предполагали увидеть чуточку выше. И они действительно смогли бы оказаться даже на первом месте данного списка, если бы не одно но. Компания, в которой они находятся, и нежелание выпускать новые альбомы. Это группа Blackpink. Нежелание их компаний выпускать в группе Blackpink новые альбомы. И они дебютировали в 2016 году с песнями Boombaya и Whistle. Многие до сих пор сходят с ума и говорят о том, что несколько других песен группы Blackpink – это просто переделка этих. И что касается них, то у них есть самая, так скажем, находящаяся на более высоких позициях песня. Это песня Ice Cream вместе с Селеной Гомос. Самый их продаваемый альбом был выпущен в октябре 2020 года. И это 1,26 миллиона проданных копий. И это первый альбом женской группы, проданный тиражом более одного миллиона копий. Что же касается общих продаж, то это 2,51 миллиона копий. А на пятом месте у нас находится группа I Do One. Они дебютировали в 2018 году со своим первым альбомом Color I Do. Из-за их популярности и то, что они участвовали в шоу Produce, также их дебютный альбом разошелся более чем 480 тысяч копий. Также с несколькими японскими участницами они добились популярности и в Японии. Выпустили один полноформатный и три мини-альбома на данном языке. Самый продаваемый их альбом был выпущен в июне 2020 года. И общий объем его продаж где-то 550 тысяч копий. Что же касается общих продаж, то это 2,91 миллиона копий. На четвертом месте у нас снова находится довольно старая группа. Это S&S. А это женское трио, которое дебютировало в 1997 году в компании SM Entertainment. И их дебютным альбомом был I'm Your Girl. Они вместе с Babybox и Finacle составляли как бы три самые такие популярные женские группы тех времен. Что же касается них, то они также были женской версией группы H.O.T., которая на тот момент была популярной мужской группой. Ну и также они распались в 2002 году, но тем не менее, они воссоединились в честь своего 20-летия, чтобы выпустить специальный альбом Remember в 2017 году. Их самым продаваемым альбомом стал Love, выпущенный в 1999 году, и его было продано где-то 760 тысяч копий. Что же касается общих продаж, то это 3,63 миллиона копий. А на третьем месте находится группа Cara. Они дебютировали в качестве квартета в 2007 году с альбомом The First Blooming. И несмотря на то, что данная группа являлась как бы такими преемниками Finacle, они все равно изначально не добились большой популярности, пока они не изменили состав группы немножечко и свое звучание. И в 2008 году они уже добились некоторой популярности. Их самым продаваемым альбомом стал японский альбом Supergirl, выпущенный в 2011 году с общим объемом продаж около 778 тысяч копий. Что же касается общих продаж, то их было около 3,81 миллиона копий. А на втором месте находится группа Girls' Generation, или же Sonya CD. Они дебютировали в далеком 2007 году с альбомом Girls' Generation. И они были также приняты не особо хорошо. И они даже столкнулись с такой вещью, как Черный океан. Это вещь очень неприятная для артистов, когда просто темнота во время выступления в зале, как будто бы всем настолько наплевать. Но тем не менее, в 2009 году они выпустили свой хит D, который просто изменил их карьеру, и они стали просто самой популярной женской группой Южной Кореи на тот момент. Самым продаваемым их альбомом была японская версия Girls' Generation, в 2011 году, и было продано около 883 тысяч копий. И что касается общих продаж за всю их карьеру, то это где-то 5,35 миллиона копий. Ну а теперь просто самая популярная, самая продаваемая женская группа. И сейчас, я думаю, многие не удивятся, что это так, потому что это действительно самая топовая женская группа южнокорейская. Это, конечно же, группа Twice. Они дебютировали в 2015 году с альбомом The Story Begins, после того, как были сформированы после шоу на выживание Sixteen. И несмотря на то, что они с самого начала были довольно успешны, они все же больше взлетели, так скажем, они в сторону большего подъема пошли, когда они выпустили Cheer Up в 2016 году. Этот трек принес им огромное количество наград. Также они дебютировали в Японии в 2017 году, и преуспели настолько, что стали первой корейской женской группой, получившей платиновую сертификацию от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Японии за альбом и сингл в том же самом году. Также они стали известны как следующая национальная женская группа. В общем-то, до этого этот титул принадлежал Соню Ощиде. Теперь этот титул перешел к группе Twice. И самым продаваемым их альбомом стал релиз 2020 года More & More. Его было продано где-то 573,4 тысячи копий. Что же касается общих продаж по Японии и Южной Корее, то это 9,06 миллиона копий. Если вам до этого момента казалось, что есть женская группа более популярная, чем Twice, то вы очень сильно ошибались, потому что, да, группа Twice это действительно является просто самой узнаваемой, самой популярной женской и корейской группой. Они максимально такую вот любовь к себе заслужили в Корее, в Японии. Это просто... Да, конечно. А JYP на них ездит только так, чтобы они прям-таки выкладывались на полную. Но это работает так со всеми группами. То есть все компании, за исключением одной, которая не особо направлена на то, чтобы вообще делать музыку, а занимаются тем, чтобы их самые успешные проекты жили как можно дольше и приносили как можно больше денег. Потому что так зарабатывает не только сама компания, но и группа. Да, то, что группа очень много работает, они себе просто зарабатывают такое количество денег, что их там правнуки могут вообще ничем не заниматься и просто жить на это состояние. И это адекватно. И артисты, когда этим занимаются, они это все прекрасно понимают. Самая популярная мужская группа – это BTS. Самая популярная женская группа – это Twice. И поэтому тут нет ничего удивительного, что они так сильно пашут. Это адекватно. Зато они обеспечивают себе обеспеченную жизнь. Здравствуйте, добро пожаловать в мир тавтологий. Но это действительно так. А что вы обо всем этом думали? Знали ли вы о таких цифрах очень-очень больших? Конечно же, пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать и все это там с вами обсудить. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!